Здравствуйте! В эфире программа «7 минут» и в гостях у меня сегодня Виктор Ковряков, директор страховой группы «УралСИП». Здравствуйте, Виктор! Здравствуйте! Ну вот, наверное, в первую очередь расскажите, пожалуйста, какие вот изменения, перспективы, новости в мире страхового рынка? На данный момент. Ну, вы знаете, сам как таковой страховой рынок, вот сколько я им занимаюсь, поверьте, он не просто не стоит на месте. Я бы сказал, что он идет какими-то там семимильными шагами, и не просто идет сам рынок, но и законодательство, которое при этом, в общем-то, ему следует, оно, в общем-то, тоже не стоит на месте. Ну, последние изменения, которые происходили, и в основном, ну, это понятно всем, это касается страхования автотранспорта, так называемой автогражданки. Ну, понятно, то, что наиболее рисково, оно на слуху, поэтому оно наиболее востребовано, ну, и, естественно, там вот оно, ну, где-то в большей степени оно законодательно проявляется. Ну, по-моему, наверное, сейчас уже ленивые, наверное, только не знают о том, что, ну, скорее всего, в ближайшее время все-таки будут изменения по той же самой автогражданской ответственности, которая предполагает увеличение объема ответственности как по страхованию имущества, это сумма, потому что те, которые были 120 тысяч, явно недостаточно, и по страхованию жизни и здоровья. И, естественно, что эти цифры, которые вот я вам озвучил, они, конечно, там при увеличении, ну, автоматически, логически должны привести к тому, что и стоимость автогражданки должна будет тоже увеличиться. Вот на данный момент идет вот острое обсуждение, диспут между правительством, между там сторонниками или вот тех, кто вот, соответственно, там, чтобы тарифы там не повышать, и страховыми компаниями, которые лоббируют эти интересы, но как бы там ни было, изменения будут и будут именно в этом направлении, и если с 2003 года тариф и базовый тариф не менялся, то другого варианта, кроме как изменения, в общем-то, вместе с увеличением ответственности и стоимости, другого просто не будет. Это вот основное то, что вот, ну, в общем-то, касается всех. Вот чаще всего, ну, насколько мне вот кажется, люди страхуют автомобили, да? Да. В наше время. Да, вы знаете, да. А вот помимо автомобилей, например, сейчас вот лето у нас, да, начинается, погода вообще непредсказуемая в последнее время, то есть это может быть шторм, это может быть пожар, не дай бог, конечно, да, но, в принципе, все, что угодно. Вот в плане, наверное, страхования имущества сейчас вот самое время задуматься об этом. Вы знаете, вот не просто задуматься, вот ваш вопрос, он наиболее острый, злободненный, потому что вот в портфеле страховых компаний, да, действительно преобладает вот именно автострахование, авто. Ну, потому что самое риск и самое востребованное, несмотря на то, что оно достаточно дорогостоящее, вот, но то, что сейчас вот действительно вот подходит лето, и вот сегодня действительно там вот, ну, и температура уже под 30, несмотря на то, что там чуть не середина мая, это говорит о том, что, в общем-то, риск страхования вот имущества, возгорания и прочих каких-то там неприятностей, он, естественно, возрастает и значительно зарастает. Ну, я думаю, что, в общем-то, не секрет у всех на память знаменитый 10-й год, когда вот эти вот лесные пожары там все охватывали, и многие тут и Центральный федеральный округ, там многие области, в том числе и Рязанскую область, там, ну, в значительной степени пострадали вот от тех пожаров, стихийных бедствий, поэтому, ну, это действительно сейчас оно у всех в сознании, на слуху, и исходя из этого, ну, так сказать, ну, я понимаю, что у нас как пока гром не грянет, мужик не перекрестится, именно вот так вот российская такая пословица, но как бы там ни было, вот я как страховщик действительно вот призываю к тому, что сейчас именно вот время вот самое-самое для того, чтобы вот через страховые компании осуществить так называемую страховую защиту, ну, своего там и имущества, дачных домиков, там или где-то мест постоянного проживания, ведь, ну, по крайней мере, кто с этим столкнулся, да я думаю, что все уже об этом знают, что по итогам вот этого 10-го года всех этих лесных пожаров, ведь, извините, но далеко не все получили компенсацию, тем более полноценную, по крайней мере, ну, те, кто постоянно проживали, они могли еще на что-то рассчитывать, а те, кто построили там или, ну, пусть там какие-то небольшие дачные домики или коттеджи, в общем-то, это там страхование должно было быть только добровольное, при этом, несмотря на все обсуждения и в правительстве, и в Думе о том, что вот-вот должен быть закон, ведь он так до сих пор и не принят, и, в общем-то, вот спасение утопающих – дело рук самих утопающих, поэтому, кроме как самим застраховать, другого варианта нет, и не факт, что, если, не дай бог, сейчас что-то произойдет, что правительство опять же выделит какие-то средства для того, чтобы опять там финансировать и помогать, потому что, ну, один раз вот уже были, обожглись, и поэтому призывы о том, чтобы было добровольно, она уже тогда присутствовала. Когда будет принято законодательство в этой области, ну, не знаю, наверное, одному богу известно, у нас дело в том, что вот это вот обязательно страхование имущества, оно не может быть принято, поскольку это идет в разрез Конституции, потому что у нас Конституция предполагает страхование ответственности, то есть, допустим, я могу страховать свою ответственность о том, что я там буду виновником того, что у соседа дом там сгорит, а не за свое имущество. То есть здесь я сам являюсь владельцем, я определяю и так далее. Поэтому должны быть внесены какие-то некие изменения в Конституцию, после чего могло быть законодательство. Но поскольку за это нужно платить, тем не менее она не совсем популярна, я уж не знаю, где от кого там это зависит в конечном итоге, но в настоящее время, в общем-то, так это не принято. Ну, поскольку действительно время такое горячее, и лето действительно жаркое обещают, я думаю, что, ну, не знаю, то, что не успело сгореть, с какой-то долей вероятности, оно в значительной степени подвержено этим рискам. И потом, я прошу прощения, вот то, что касается имущества, вот пока вот мы с вами говорили про те же самые дачные домики, дома и постоянное проживание, вот опять же, чтобы не забыть, я хотел сказать, что сейчас вот подходит период лета, отпусков, и хотелось бы еще, в общем-то, обратиться к жителям Рязани о том, что сейчас вот на период отпусков все выезжают, оставляют квартиры, но практически они бесхозные. И здесь речь идет о том, что, в общем-то, риск пожара, затопления и все прочее, он существует, он существует реальный. Даже более того, ну, есть виды страхования, чуть ли не на время отпуск можно страховать. Вот это, опять же, период, который призывает к тому, что да, действительно, это нужно сделать. Вот поэтому имущество здесь ограничится не только вот этими вот постройками, но и квартирами как таковыми. А вот смотрите, вот когда человек покупает автомобиль, например, мне кажется, никто не задумывается практически, страховать его или нет, да? А вот как часто люди страхуют вот на данный момент имущество свое? Ну, вы знаете, в отношении автомобиля не задумывается, наверное, только по той причине, что у нас по статистике каждый четвертый автомобиль в течение года бывает в аварии. Поэтому хочешь, не хочешь, в общем-то, человек понимает, что вероятность достаточно высокая. Вот по имуществу, да, действительно, это редко, вот кто человек, ну, так сказать, добровольно обращается, чтобы страховать. Я понимаю, конечно, во-первых, здесь должно быть и законодательство принято в этом отношении, но пока нет законодательства, здесь речь может идти только о некой там, ну, не знаю, страховой культуре. То есть вот внутреннем потенциале желания человека самому добровольно вот осуществить страховую защиту вот того, что, вот, не знаю, выстрадано годами, ну, что, не знаю, там, ну, по сути, да, 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 именно так. Поэтому вот если речь вести о том, что насколько это есть, ну, если посмотреть вот портфели страховых компаний, вот сколько там составлять в доли там авто и так далее, я могу сказать, что страхование имущества, оно единицы составляет. То есть если страхование там автогражданки где-то, может быть, там 30-40-50, ну, в разных компаниях по-разному вот доли составляет, страхование КАСКО где-то те же самые там 30-40-50 процентов, то, сами представляете, от 100 процентов на имущество там, ну, не знаю, там единица остается. Один, два, три, пять процентов там, ну, в общем-то, ну, совершенно немного. Поэтому, конечно, услуга, она нужна. Ну, вот такой вот менталитет, что я понимаю, здесь вина, конечно, в какой-то степени и страховых компаний, и тех же самых агентов. Ну, то есть для того, чтобы человек застраховал, ну, недостаточно того, чтобы кто-то пришел. До него должен дойти тот же самый сотрудник страховой компании, и информацию о том, что вот это ему нужно убедить, вот, клиента потенциального, конечно, задача страховой компании, ну, вот пока вот физически, ну, не успевает, наверное, что ли, там вот, ну, имеем то, что имеем. Хорошо, будем считать, что вот добровольно решил человек все это сделать. Как это сделать и насколько это дорого? Вы знаете, вот мы с вами говорим про авто. В сравнении с автострахованием, страхование имущества, вот, как-то неудивительно, в общем-то, цена вопроса очень дешевая. Хотя, кажется, наоборот, должно быть. Ну, по сути, да. Ну, здесь речь идет о том, что степень риска, вот, автомобиля повреждения, степень риска, там, того, что там что-то произойдет с имуществом, конечно, оно отличается, там, на порядок, там, в десятки раз. Исходя из этого, естественно, и стоимость, там, она также отличается. И для того, чтобы перейти в практическую плоскость, сказать, сколько это будет стоить, ну, во-первых, вот, ну, какой-то панацея, сказать, что вот, там, 3 рубля или, там, сколько там, 100 рублей, конечно, нет, потому что, ну, сами понимаете, зависит от того, что страхуется, таким образом и определяется стоимость. Ну, грубо говоря, или это, там, какие-то, там, бетонные, блочные, там, стены, или какие-то, там, деревянные, там, вот этот вот сарай и что-то еще. Степень вероятности, там, возгорания или каких-то, там, противоправных действий этих лиц или, там, повреждения стихийными бедствиями, оно же отличает, зависит от того, какое строение. Ну что, спасибо вам огромное. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Виктор Ковряков, директор страховой группы «Уралсиб». В эфире программа «Семь минут». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин